Безусловно, что на прошедшей неделе превалировали новости федеральные, грандиозные события, свидетелями которых мы стали, конечно же, отразятся и отразились уже и на Башкирии. Я имею в виду вот эту внезапную историю с Владимиром Путиным, который, явившись в Госдуму, согласился навсегда остаться нашим президентом. И то, что на прошедшей неделе региональные парламенты, по сути, утверждали вот эти поправки к Конституции, исключением не стал и парламент Башкортостана, а Госсобрание Курултай на прошедшей неделе поддержали внесение поправок в Конституцию, тех поправок, которые были выдвинуты Владимиром Путиным в основном и дополнены там какой-то вот этой странной рабочей группой. Всем, конечно же, понятно, что основной задачей всех этих поправок является только попытаться хотя бы легитимизировать Путина у власти в стране навсегда, по крайней мере, до конца его жизни, а некоторые аналитики уже и рассуждают о том, что останется ли Путин с нами после того, как он уйдет от нас. Конечно же, эта история каким-то образом коснулась и Башкирии. Ну, анализировать то, как голосовал Курултай и Госсобрание по этим поправкам, наверное, бессмысленно, уже об этом много сказано. Коммунисты воздержались. Котлугужин практически повторил слово в слово речь Зуганова, которую тот, в свою очередь, произнес в Госдуме. Все остальные, естественно, проголосовали за, включая и ЛДПР, и «Справедливую Россию». За голосованием в Госсобрании строго присматривали чиновники администрации Хабирова. Господин Сидякин на входе в Курултай столкнулся с Лилией Чанышевой, которая пыталась интервьюировать тех, кто принимает это судьбоносное решение. И, в общем-то, повел себя не очень красиво. На самом деле, в последнее время Сидякин, пытаясь выйти в публичное пространство, появляясь на каких-то тусовочках, типа коммерсантской вечеринки и давая некоторые интервью, появляясь в соцсетях, он, повторюсь, пытается как-то немножко закрепиться в общественном пространстве, в общественном сознании республики. И вот это столкновение с Чанышевой, конечно, нельзя записывать ему в плюс. Александр Геннадьевич, ну что вы, рады, что Путин будет править вечно? А вы кто? Я Чанышеву Лили. А кто такая Чанышева Лили? Ставь Навального. А вы проверялись на коронавирус? Повел он себя, прямо скажем так, по-хамски. Даже при всей моей нелюбви к Лилии Чанышевой и к тому, что она пытается делать в республике, мне все-таки было неудобно за Сидякина. Я испытывал тот самый испанский стыд, это когда кто-то сделал неправильно, а стыдно тебе. Ну, в общем, конечно, не очень здорово получилось. Но, возвращаясь к голосованию в госсобрании, оно оказалось закономерным, и Башкирия устами своих парламентариев утвердила поправки, которые внес Владимир Путин в Конституцию, чтобы остаться у власти навечно. На прошедшей неделе прошли очередные общественные слушания в городе Уфе, и были они посвящены реконструкции Советской площади. Учитывая те скандальные ошибки, которые были совершены на предыдущих общественных слушаниях по дельфинарию, по прочим вопросам, мэрия Уфы предприняла какие-то совершенно титанические усилия для того, чтобы их не повторить, но в итоге только усугубила ситуацию. Что получилось в этот раз? В здании БГПУ прошли слушания по реконструкции Советской площади. Как и обычно, уведомления о их проведении и совмещение дат праздников и рабочих дней были устроены так, чтобы никто из желающих по-настоящему поучаствовать в этих слушаниях туда не пришел. Нагнанные и заранее отобранные участники общественных слушаний, так сказать, общественность, по бумажкам читала восторженные отзывы о том, что им предлагается, значит, с экранов телефончиков и по заготовленным текстам на бумаге, они один за другим зачитывали свое безукоризненное согласие с тем, что им предлагает архитектор Байзин и Алина Сулейманова, которые были собственными режиссерами и застрельщиками этих общественных слушаний, и пришли к тому, что на Советской площади в скором времени появится памятник генералу Шеймуратову, и часть улицы, примыкающей к Советской площади, станет пешеходной, там будет какой-то сквер, сухой фонтан, еще какие-то, значит, блага городского дизайна, но самое смешное в этой ситуации оказалось то, что перебрали с пафосом. Договорились уже до того, что оказывается, именно с Советской площади генерал Шеймуратов и его конники уходили на войну, и мы просто обязаны чтить его память и увековечить ее вот именно на этом месте, однако люди, более или менее сведущие в истории города Уфы, отметили, что на самом деле Советская площадь появилась несколько позже, того момента, когда началась и закончилась Великая Отечественная война. Никакой генерал Шеймуратов с этой площади ни на какую войну не уходил, и вообще там был частный сектор, застроенный деревянными домами. Вот эта кавалерийская дивизия генерала Шеймуратова формировалась в районе Идемы, оттуда же и ушла на войну. В общем, конечно, этот фарс и этот пафос, которые присутствовали во время этих общественных слушаний, показал, окончательно доказал, и, видимо, больше не нужно ничего доказывать, то, насколько беспомощны и бессмысленны усилия госпожи Сулеймановой на ее посту и насколько беззастенчиво манипулируют историческими фактами господин Байдин. У меня вообще очень много вопросов к господину Байдину с точки зрения его профессиональной пригодности. Он точно архитектор? Вообще вот надо бы проверить, может быть, там что-то не так с дипломами, я не берусь утверждать, но проверить не помешало бы. Злые языки уже описывают мечту жителей Уфы о том, чтобы, разбежавшись, столкнулись лбами Сулейманова и Байдин, тем самым прекратив свою трудовую деятельность в мэрии города Уфы. В общем, эти два героя, конечно, они уже настолько очевидно раздражают общественность и публику в Уфе, что, пожалуй, нужно менять этих скоморохов на кого-то другого, потому что, ну, наверное, следующие слушания уже нельзя им поручать, это совсем безобразие какое-то. Им, видимо, сказали, перестаньте, чтобы не повторилось то, что было на слушаниях с дельфинарием, но они, в принципе, не понимают, как должны проходить слушания, каковы должны быть результаты слушаний, процедуры и прочее-прочее. То есть они умеют только так. На прошедшей неделе в определенном смысле продолжилось противостояние Башспирта и строительной компании Су-10. Напомню, что некоторое время назад Башспирт выдвинул какие-то абсурдные и, в общем-то, непостижимые по своему масштабу требования к своему подрядчику, генподрядчику по строительству завода в Булгаково строительного управления номер 10, 12 миллиардов рублей попросил Башспирт компенсировать ему за то, что Су-10 просрочило сроки сдачи объекта, при том, что объект готов уже на 80 с лишним процентов. На прошедшей неделе, на самом деле, одновременно ничего не происходило, и при этом происходили интересные события в этой области. Кроме того, что Башспирт направил свое претензионное письмо почему-то сначала в издание «Коммерсант», а потом уже контрагенту Су-10, ну, напомню, что «Коммерсант» принадлежит сотруднику Башспирта, господину Стрижневу, что, собственно, наверное, объясняет ситуацию. Кроме этого, никаких юридических действий со стороны Башспирта на прошедшей неделе не случилось. Су-10 ответила на письмо Башспирта обоснованным возражениями, и, в общем-то, ситуация формально осталась вот такой. Но, помимо того, что представитель Су-10 Эдуард Камалединов посетил «Эхо Москвы» в эфире, рассказал, изложил позицию, значит, своей компании, сообщил о том, что Су-10 все-таки настойчиво предлагает Башспирту завершить процесс, ну, и, в общем-то, готова обсуждать там все вот эти вопросы неустойки, всевозможных, значит, там, значит, сроков и их продления, либо исполнения. Кроме этого всего, вышло несколько публикаций в СМИ, и вышла публикация, например, в Башинформе. Но с этой публикацией приключилась интересная история. Провисев два часа, публикация была удалена с сайта, что на самом деле в Башинформе случается крайне редко. На самом деле только три человека могут реально повлиять на снятие уже опубликованного материала в издании Башинформ. Кто из этих троих позвонил и срочно снял, значит, с сайта этот материал я точно не знаю, но есть такое ощущение, что, конечно, это было сделано под давлением непосредственно участников совета директоров Башспирта, в том числе и с числа сотрудников администрации Хабирова. Это вот так вот я завуалированно попытался намекнуть на причастность господина Сидякина к этой истории. Ну, на самом деле Башинформ так редко убирает материалы, что для этого действительно нужна какая-то веская причина. Это очень показательный, очень интересный случай, потому что сам по себе материал на самом деле не был нисколько крамольным, он всего лишь излагал точку зрения СУ-10, которую, в свою очередь, Эдуард Камалединов озвучил в эфире. Фактически это был некий такой слепок с этой передачи эфира «Эхо Москвы», то есть просто пересказ того, что и так было уже сказано. Наверное, можно подвести уже такую черту в анализе того, что может случиться, если что-то произойдет. Я имею в виду прогнозы на то, как будут развиваться события вокруг строительства этого завода в Булгаковой, если, например, реализуется сценарий Башспирта, либо реализуется сценарий СУ-10. Если реализуется сценарий Башспирта и Башспирт откажется от услуг СУ-10, как генподрядчика, то Башспирт будет вынужден заново проводить все конкурсные процедуры, то есть искать нового генподрядчика. Башспирт будет вынужден решать проблемы, которые неизбежно возникнут с субподрядчиками в процессе, пока все это зависает. Напомню, что среди субподрядчиков есть и иностранные компании, которые получают оплату за свои работы в свободно конвертируемой валюте. А мы знаем, что творится на бирже и как взлетел курс евро. То есть все это в комплексе, плюс затяжка времени на поиск нового генподрядчика, которого найти будет очень непросто на достраивание этого объекта. Мы видим в конечном итоге не то чтобы сокращение, а, на мой взгляд, предположительное увеличение сроков строительства на полгода, год или даже еще дольше. Все изложенные аргументы, все изложенные вот эти обстоятельства и события, которые могут произойти при расторжении отношений с СУ-10, неизбежно должны привести к увеличению стоимости строительства. Что мы имеем в конечном итоге? Сроки возрастут, стоимость увеличится. Но тут совершенно непонятно, зачем это нужно. Даже если предположить, что СУ-10 как бы там нарушила какие-то свои обязательства, ну для этого существуют некие штрафные санкции. То есть, вот там запоздали со сроками, получите штраф. Но вовсе не 15-кратную стоимость самого контракта. Теперь, что может произойти, если реализуется все-таки сценарий СУ-10? Напомню, СУ-10 настойчиво предлагает Башспирту сохранить отношения и завершить строительство. Вероятнее всего, СУ-10 сможет достроить объект к маю-июню. Ну, соответственно, ну, нарушив уже измененный срок всего на полгода. Соответственно, здесь можно будет говорить о каких-то конкретных уронах, если они были для Башспирта. И Башспирт вправе, конечно, выдвинуть, ну там, требование компенсации этого урона к СУ-10. Но, повторюсь, речь, конечно, не может идти о 15-кратной стоимости самого контракта в целом. Пока эта ситуация балансирует вот на таком уровне, я полагаю, что этой ситуацией должны заинтересоваться в Белом доме в том смысле, что, судя по всему, под угрозой находится и благополучие самого крупного налогоплательщика и государственного предприятия Башспирт. Под угрозой находится благополучие и последствия могут быть очень серьезными для СУ-10 в плане того, что у СУ-10 еще много очень объектов, в том числе и социального плана. В общем, я считаю, что без внимания со стороны и строительного блока, и в целом правительства Республики Башкортостан эта ситуация остаться не должна. В последнее время стала какой-то тенденцией для чиновников в Башкирии бегать на эхо Москвы, когда у них начинают идти плохо дела. Первым был Ростислав Мурзагулов, позиции которого существенно пошатнулись в Белом доме, и он был вынужден прибежать на эфир эхо Москвы, доказывать верноподданническую позицию, рассказывать о том, какой он близкий друг Хабирова и так далее. А вторым на прошедшей неделе стал министр сельского хозяйства Эльшат Фазрахманов, который тоже как-то странно внезапно появился в эфире эхо, начал рассказывать об успехах и достижениях сельского хозяйства в Республике Башкортостан. Совершенно непонятно, к чему бы это было, если бы не череда тревожных новостей о крупных предприятиях сельского хозяйства в Республике, которая прошла тоже буквально параллельно этому событию. Я говорю о проблемах Башмилк, о проблемах Мияки Молоко, о проблемах Уотовакан. Несмотря на бодрые реляции господина Фазрахманова, проблемы этих крупных производителей так и не разрешились. Судя по всему, они находятся в очень сложной ситуации, и в отношении ряда этих предприятий уже начинаются действия со стороны федеральных налоговых служб, я имею в виду предбанкротные состояния и прочее. Тревожные новости приходят из Кугарченского района про УОО «Товакан», никогда процветающее хозяйство, которое все глубже и глубже усилиями местных чиновников, которые периодически становятся руководителями этого хозяйства, погружаются в долговую яму. В общем, судя по всему, ситуация с сельским хозяйством резко отличается от того, что нам декларирует господин Фазрахманов с высоких трибун. Много писем я получаю о том, что люди, понимающие и знающие ситуацию в сельском хозяйстве лучше, чем я, указывают на то, что Фазрахманов отчаянным образом фальсифицирует отчетность в своих докладах на правительственных оперативках и в тех данных, которые он подает. Судя по всему, вот эта пирамида уже начинает шататься, и мы говорили как-то раз о пирамиде отчетности именно в Министерстве сельского хозяйства, речь идет и о субсидиях, и всевозможных там поголовьях и урожайностях. В общем, конечно, хотелось бы понять подробнее и детально разобраться в этой ситуации. Если у кого-то есть какие-то данные, мы будем очень благодарны, значит, тому, что за то, что мы их получим от вас. Пишите, рассказывайте, будем пытаться обобщать вот эту ситуацию с сельским хозяйством, потому что я интуитивно чувствую, что господин Фозрахманов капитально вводит нас в заблуждение. Мы продолжаем независимый анализ реформы оборота твердокоммунальных отходов в Республике Башкортостан. И за прошедшие две недели, с того момента, когда мы показывали обзор по вот этим контейнерным площадкам, мы получили достаточно большое количество новых фотографий с указанием населенных пунктов, улиц, на которых находятся эти контейнерные площадки. Полюбуйтесь сами, посмотрите, как движется у нас реформа обращения твердокоммунальных отходов под неусыпным руководством Бориса Владимировича Беляева. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok